Александр Савченко, экономист, подключается к нашему эфиру. Здравствуйте, Александр, рады вас видеть, доброе утро. Приветствую вас. Давайте вот подведем некие итоги, необычные, потому что вы же экономист, поэтому и итоги у нас будут не самые простые. Хотим поговорить об итогах экономики России за этот год. Вот скажите честно, что вас удивило, вот, собственно, меня удивило то, что у нас прервалась связь с Александром Савченко. Вот чего не ожидал, так не ожидал, не буду скрывать. С другой стороны, Саша, прямой эфир, поэтому все нормально, сейчас мы с Александром Владимировичем попробуем связаться, да. И ты очень верную тему затронул. Вот ты знаешь, сейчас поговорим с Александром Владимировичем о том, каким образом уже санкции повлияли на российскую экономику, ну и спросим, что потом. Ты понимаешь, мы дело в том, что с Александром уже 10 месяцев обсуждаем, да, то, когда закончатся у российского бюджетные деньги на выплату пенсии, зарплат, то есть когда вот самые ярые зет-патриоты, которые сидят, прости, пожалуйста, в порванных штанах на диване перед телевизором и болеют за российскую армию, то есть ставим равно российских военных преступников, и желают смерти украинцам, вот когда их коснется, их кармана война. Вот хочется об этом поговорить, потому что на самом деле меня лично удивляет, я думаю, весь мир, насколько все-таки большой запас этих украденных денег, денег, которые были отложены с продажи энергоресурсов в России, потому что пока за 10 месяцев войны не случилось того, чего мы ожидали. И в чем же причина? Ну вот, знаешь, вот, кстати, в сюжете услышали тоже интересную мысль довольно-таки, что март 2023 года, возможно, станет тем месяцем, когда российская экономика окажет, ну, точнее, испытает на себе уже окончательно давление тех самых санкций. Ну, кроме того, очень интересно, на самом деле, когда, наконец, банковская система Российской Федерации и, наконец-то, ощутит тоже санкции в полном объеме, ведь, согласись, очень много, вот за то время, когда мы общаемся с экспертами, с экономистами, с Александром Савченко в том числе, есть мнение о том, что банковская система Российской Федерации пока еще не до конца ощущает на себе эффект санкций. Ну, давай ставить вопросы нашему спикеру, он уже на связи, к счастью, Александр, здравствуйте еще раз. Ну, вот, собственно, вопрос прежний. Расскажите, вот, что вас удивило в том, как себя проявила российская экономика, и какой итог мы можем подвести вот к Новому году, собственно, что россияне получили за эти 10 месяцев войны, по вашему мнению? Какой результат? Ну, удивила меня, можно сказать, устойчивость экономики Раши. Мы все думали, когда санкции вводились, что падение ВВП будет более крутым. Оно состоялось за год где-то будет 3%, а за последние 10 месяцев приблизительно 7%. Я, честно говоря, рассчитывал на 9-10%. Вот, но все... Опять, опять, опять проблемы со связью. Вот, ну, коллеги, давайте еще раз попробуем. Все-таки только-только начали обсуждать эти вопросы. Ну, несколько новостей нашей аудитории расскажем. Ну, уже после разговора с Александром Савченко, он опять с нами на связи. Снова здравствуйте. Александр, продолжайте, пожалуйста. Да, вы рассчитывали на то, что будет больше 7% падения ВВП, а оказалось 3,5%, если мне не изменяет память. 3,5% это за год, за календарный год. А с начала войны на 7%. Это вот такая манипуляция статистическая, которой козыряют экономисты Раши. То есть, реально на 7%. Дальше. Жизненный уровень упал на 10% с начала войны. На 10% это немало. Но удача для Раши, ну, первая удача, смотрите в чем. Реальные санкции, ограничения цен на нефть и на продажу в Европу были введены совсем недавно. Да. Две недели, по сути, назад. И это нанесло уже колоссальный удар по курсу. Он посыпался. Нанесло колоссальный удар по доходам бюджета. Они в декабре сокращатся дополнительно приблизительно на 2% ВВП. Ну, на 2%, я извиняюсь. Это очень много. Но, по-настоящему, санкции развернутся только в начале следующего года. Потому что к санкциям на нефть сырую добавятся нефтепродукты. И это приведет кумулятивно к громадному падению доходов бюджета. Уже сейчас, уже сейчас, вот на вчерашний, позавчерашний день, экспорт нефти в Раши упал на 48%. И цены не 60, а средние где-то 52. А мы знаем, что нефть это основной источник формирования бюджета. И вот по нему был нанесен колоссальный удар, который дополнится новым ударом уже буквально через полтора месяца. И я ожидаю падения производства и продажи нефти где-то на уровне 48-50%. Это с учетом внутреннего рынка. И действительно тогда уже вот эффект от санкций ощутят не только экономисты, жители депрессивных районов, но и москвичи, ленинградцы, все. Короче, и даже Путин. Ну, кстати говоря, было мнение, я прошу прощения, Александр, было мнение вот озвучено в сюжете о том, что уже начиная с марта вот этот маховик не то, что запустится, а уже вот то, о чем вы говорите, что ощутят все действия санкций. Согласны ли вы с этим, что уже начиная с весны 23-го года результаты будут заметными? Я думаю, даже раньше, уже с января месяца после праздников будут значительные проблемы с бюджетом. И Путину принесут на стол альтернативы. Значит, сокращать расходы на образование, науку, культуру или продолжать финансирование этой войны. И он должен принимать решение. Понятно, что примет решение в пользу войны. Но вот уже действительно в март принесут ему другую альтернативу. Насколько процентов нужно сократить расходы на войну, чтобы не было бунтов, голодных бунтов в некоторых регионах Араши. И такое возможно. И как это ни парадоксально, они могут начаться в самых процветающих районах. Те, которые добывали газ и нефть. Ведь нельзя сократить понемножку выдубок или нефти. Надо закрывать скважину. Иногда эта скважина или две или три скважины кормили целый город. Давали работу десяткам тысяч людей и смежникам. Все это будет закрыто. У людей не будет работы. Не будет источников дохода. И вот такие взрывоопасные регионы будут появляться все больше и больше. Сначала будут связаны с нефтью и газом. Уже такие регионы, которые связаны с углем. Потом с продукцией машиностроения. И действительно удары по глубинке Раши будут наноситься не столько, к сожалению, нашими вооруженными силами, сколько ошибками рашистской власти и Путина персонально. Есть данные очень интересные. Давайте их обсудим, если можно. Эксперты Forbes посчитали, что за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины Путин потратил 82 миллиарда долларов. Это четверть годового бюджета. В следующем году Россия планирует потратить на оборону 30% годового бюджета. То есть еще больше речь идет о 143 миллиардов долларов, которые выделяются на оборону. Понятное дело, что оборонный бюджет это не все отправка на войну. Внутри России будет много распределений денег, зарплаты и так далее. Какие-то бюрократические расходы. Но тем не менее, цифра такая огромная. Вроде кажется 82 миллиарда долларов. Но тем не менее, Путин ее потянул. Если расходы будут еще увеличены, как вы думаете, вытянет ли ее Россия? Хватит ли этих денег? Я думаю, экономисты, скорее всего, это какой-то молодой эксперт Бломберга, ошибаются. Дело в том, что в этом году Араша получила рекордные доходы от нефтегазовой. Они приближались к 300 миллиардов долларов. В следующем году они упадут. Александр, 340 миллиардов передают похожую цифру с вашим мнением. Если брать нефтепродукты, весь энергетический потенциал, но это был, по сути, рекорд. Планировали 280, получили 240. В следующем году мои оценки, что они упадут ниже 200. И повторяю, основным источником дохода бюджета Раши это были продажи нефти, нефтепродукты, ну и вот и газа. Газ Путин сам себе ограничивает, нефть ограничили наши партнеры. И поэтому таких колоссальных расходов не будет у Путина, даже если, к сожалению, не будут наложены санкции на фонд национального благосостояния. Там еще приблизительно где-то 50 миллиардов долларов. И, к сожалению, эти средства не заморожены. А пора бы их уже давно заморозить. Потому что это тоже резервы Центрального банка. Александр, ну позвольте уточнить, вы говорите, что не будет таких расходов. Но ведь это открытые статьи бюджета, они не засекречены, насколько я понимаю. Взяли данные как раз про вот эти 9 триллионов рублей, 143 миллиарда долларов на следующий год. Но они же не будут их урезать? Или вы думаете все-таки, что они столкнутся с отсутствием доходов и урежут их по ходу, то есть делают секвестр? Конечно. Бюджет разрабатывался этот еще месяц назад. И они думали, что никаких санкций реально не будет, что ограничения на цены не будут действовать. Они действуют очень сильно. И реальность будет значительно хуже для Путина и для расистских экономистов. И таких доходов не будет. И не сможет Путин тратить такие деньги. Кроме всего, Путин же продолжает делать сам стратегические ошибки. Мобилизация одна. Захочет провести мобилизацию еще одну. Это еще минус 30-50 миллиардов из ВВП Раши. То есть, вот как снежный ком будут сыпаться проблемы. И мы надеемся все-таки, что Запад будет продолжать вводить новые санкции. И некоторые из которых будут более действенные, чем предыдущие. Вот, Александр, я в развитии вашей мысли напоследок хотел бы, вы уже затронули тему относительно Центрального банка Российской Федерации. А в целом, согласны ли вы с тем, что вот эти самые более эффективные санкции, которые более будут четко действовать на российскую экономику, следует вводить в частности в банковской системе? Потому что, ну, вот это данная отрасль, много есть вопросов относительно того, что она по-прежнему работает, и санкции недостаточно эффективны. Вы согласны? Согласен. Согласен. Даже если оставить на плаву, имеется в виду, оставить в системе SWIFT и в системе корреспондентских счетов несколько банков Раши, вся система может работать через них и быть устойчивой. Поэтому давно про, ну, вот привести в действие такую рекомендацию. Оставить в системе SWIFT один или два банка, западных банков, они там тоже существуют. Все остальные банки должны быть выведены из системы, и их корреспондентские счета должны быть закрыты, а средства списаны, соответственно, странам Евросоюза, Америки, Британии. Вот. А вот эти два уже западные банка поставить под жесткий финансовый контроль и Минфина Соединенных Штатов и Европейского Союза соответствующего органа. И вот тогда, я предполагаю, что рухнет банковская система, она сможет выполнять только операции по экспорту-импорту разрешенных Европейским Союзом и США товаров. И отслеживать все это очень жестко. И еще хотел бы сказать, что санкции относительно банков самые легкие. Они вводятся буквально за один день, и пришло время применить эти санкции. Спасибо огромное, Александр Савченко был в нашем эфире, экономист. Спасибо ему за это. Спасибо.